всем привет после предыдущего видоса мне на целе хотелось бы побольше с вами пообщаться как-то побыть собой но сегодня явно не тот день когда стоит раскрывать какие-то душевные темы потому что сейчас небольшое событие узнав об этом событии я сразу же позвонил феде я взял с собой велосипед и выехал в одну точку в москве потому что здесь происходит просто невероятная вещь и она на самом деле вот в истории москвы впервые такая что-то подобное уже было точнее что-то подобного очень подобное было в краснодаре но чтобы в москве это впервые если вам интересно что именно то как бы сейчас в этом в этом узнаете мы уже почти пришли а пока хочется сказать что поблагодарить за ваши комментарии я их читал последним роликом я рассказывал о своей что я все очень вкратце но получилось ну типа многие меня почувствовали вот это все что было и это было приятно добро пожаловать огромный открытый тренировочный скейт-парк москве что я имел ввиду когда говорил что он первый а то что здесь это реально первый скейт-парк в москве открытый тренировочный с рези с фанбоксом с рези спайном с рези с куторами с пролоновой ямой и в принципе такой крутой эйр зоны то есть это класс тренировочный скейт-парк который находится в москве он открытый и он бесплатный в нем просто можно приехать кататься что-то подобное было в краснодаре с а тренинг-парк но он был платным как обычно скейт-парк функционировал а тут приезжай катайся учи новые трюки чего хочешь вообще делай и он откроется уже получается завтра во вторник 1 августа будут открыть их кстати завоз пригонять все вместе покатаемся я здесь буду с примерно с часу сейчас у дня а можно будет раскатиться вообще посмотреть на скейт-парк попробуйте посмотрите какие фигуры фанбокс немаленький спайн выглядит классно мне причем очень нравится вот это вот решение когда идет рези спайн где-то причем 2.40 наверно 2.30 рези спайн с квотером перед ним то есть можно спокойно прыгать спайн разворачиваться опять разгоняться это такое по три по четыре круга делая прыгая и спайн и спутеров в этот если вы хотите прям какого-то экшена то обязательно переходите сейчас по ссылочке в описании и посмотрите мой видос на рутупе небольшой автопчик потому что он уже вышел и он классный 3-зона здесь пока что нету рейлов но их привезут сегодня и поставят как раз к завтрашнему дню они будут готовы то есть и рейлы и всякие гробики и вот вообще все 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 будет прямо здесь усыпано единственное что это как бы сразу на будущее скид-парк не будет работать по понедельникам то есть со вторника у меня даже да давайте вот здесь просто расписание там всего как это работает а в понедельник выходной для всех и как бы здесь нельзя вот кататься в остальные дни пожалуйста приезжайте катайтесь это вот это прямо возле того культового места одного из крупнейших спид-парков в Москве в свое время ВГ Воробьиные горы здесь под мостом Воробьевы наверное горы Воробьевы горы здесь он был под мостом и вот получается буквально в метрах может быть двухсот оттуда построили вот это вот вот это вот дело и причем как я понимаю ненадолго то есть он здесь может стоять месяц-два сезон закончится и его перевезут в лагерь который от Рамстроя от Рамстроя Ленд то есть там все будет стоять в закрытом большом ангаре потапливаемом и так понимаю что мы уже в нем сможем покататься этой зимой но я надеюсь на это по крайней мере была такая информация насколько она реализуется пока не понятно ничего не знаю, хочу прокатиться вот сюда нельзя заезжать потому что краска еще не подсохла вот все белые кусочки они еще не подсохли поэтому мы немного ограничены в наших действиях но в принципе норм по боксу и прямо очень большим прямо интересным-интересным то есть можно будет все сделать не терпится собрать себе новые колесики жду покрышки и они будут готовы чтобы уже полноценно летать в этом парке сальтуху надо брать, что я делаю вообще? сальтуху нормально сразу же рабочий трюк в рабочем месте ощущается прямо очень приятно сейчас надо еще что-нибудь я вижу вылет про новую яму и трансфер, который можно сделать прыгнуть сюда пока здесь нет народу потому что я уверен, что все вот это будет заполнено BMX-ами, самокатерами можно поугарать иначе как бы не считается вообще парк-чек и вот так и нужно использовать BMX на африкустре и с тремя пэшками я так понимаю, что правильнее всего это будет разгоняться типа вот здесь вот прыгать из фодора вот сюда прямо накатываться в Тедуре и тогда будет прямо достаточно много ходов чтобы прыгать в фонбокс ну и от того, что он так ощущает очень даже ничего честно говоря я прямо на него смотрел он катался приятным сейчас без типа оверходов он тоже приятный это круто когда твои визуальные они соприкасаются вообще с реальностью ну вообще я просто смотрю какой я типа сейчас такой типа без защиты жаль без шлема ну как бы без защиты и ладно поэтому нужно что-нибудь стайловенькое типа Decade на Tabletop через фонбокс так ребят я вас еще раз просто я говорю это да я сейчас без шлема но я как бы 16 лет когда я с ней велосипед для меня это все равно что ходить и вот когда вот я иду я вижу ямку и мне нужно через нее перепрыгнуть и вот тут как бы из той же серии я знаю что я делаю я оцениваю свои риски я оцениваю что каждый из того что я сейчас делаю я делал уже тысячи раз и для меня это ну скажем так коэффициент опасности он не так велик но если вы приходите в скейт-парк вот особый такой огромный небольшой то обязательно защита обязательно шлем договорились? я надеюсь вы меня услышали ладно с этой зоны все понятно все кайф хочу вот там в стрит-зоне попробовать ну типа барно вот эти барно дропчик небольшой здорова тебе как слушай ты классный классный мне нравится хоть дождаться всех вот этих вот перил которые здесь будут ага здесь же еще граньки будет верно? да 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 боксы граньки да и будет вообще кайф потому что ну сейчас это так интересно фамбокс классный спайна не резкий? прийдем как? фамбокса? не прийдем спайна а я не прыгал вон я скажу что там не закреплена ага что-то поэтому я не стал прыгать хутора приятные стрит-зоны вроде тоже норм ага поэтому первое впечатление классное типа это самое то что будет как раз таки для ребят которые просто хотят приехать и попрыгать прикольный фамбокс прикольный параллельную яму прикольные фигуры заебись заебись потому что блять просто в такие сроки делали это все я слышал за две недели ну вот это да за две недели и то я проектировал это в онлайн режиме пацаны уже въехали сюда и все и я так хоп ночью что-то надел все на чпушку закинул все там выпиливается и утром отправляется эти дальше продолжают там типа эти рамки скинь эти 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 это просто онлайн режим офигеть ну круто это просто чувак только что рассказал надеюсь слышно на губрошке что это все было построено вот с момента как ему позвонили и сказали что ребят согласовано можете завтра заезжать до сегодняшнего дня ровно две недели за две недели это спроектировано построено это все делалось в онлайн режиме то есть чуваки уже здесь что-то строят им отправляют как раз все новые какие-то водные проекта они их сразу выпиливают довозят и вот так вот создавался этот скейт-парк за две недели с нуля я говорил что хочу больше лайва показывать и вот сегодняшнее видео такой небольшой экспромт поэтому и попытки будут как бы их будет много неудачных как есть так есть давай переделываем еще раз я хочу все-таки попробовать типа ванэти наверх мэнл ванэти развернуться потом сразу же на узмэнл ванэти вниз сюда будет красиво и 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 для про аматеров для любителей для всех вообще поэтому ребят обязательно зато пригоняйте 1 августа на открытие покажем как нас много и как нам нужны мероприятия скорее всего поможет дело ребят всех вас жду завтра здесь кто вообще рядом кто из москвы приезжайте покатаемся возможно что-нибудь подснимем прикольный кросс в аэрзоне раз нас есть теперь есть открытая бесплатная зона почему бы не воспользоваться приезжайте подписаться на мой обязательно телеграм-канал подписаться на мой который еще не снял вот вы узнаете что я успел снять за 24 часа которые мне остались до выхода серии и смонтировать и смонтировать да вот такое собственно дело подписано на телеграм-канал на этот канал ставьте лайк обязательно пишите комментарии читаю люблю обожаю и увидимся в следующей серии хорошего вам настроения и хорошего мне пока